Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Нарастает ли зло в мире? Или в первые века христианство было все точно так же? Жизнь человечества началась не с первых веков христианства, а гораздо раньше. И, несомненно, человечество, однажды созданное, однажды падшее, однажды искупленное Господом, находится в определенной исторической перспективе движения, изменения. Хоть и говорит премудрый Экклесиас, что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, но это речь о круге земных забот, круговращений, наших обычных попечений, каких-то человеческих забот, которые остаются по виду одними и теми же, но общее состояние человечества, конечно же, меняется неуклонно. Народ пророка-убийц стал народом-богоубийцей. То, что было до Христа и после Христа, хоть и люди ветхозаветные, и люди новозаветные, все пили от одного и того же духовного камня, камень же есть Христос, но ни одно и то же, жить только упованием на Него или не принимать Его, уже пришедшего во всем величии, своего божественного могущества, еще не его небесной славе, но с достаточными и многочисленными знаменями, прежде всего, знаменем Ионы Пророка, и Его трехдневного воскресения из мертвых. И этим неубежденные, остающиеся в своих интересах, занимающиеся какими-либо житейскими заботами или поклонениями иным богам, непременно не в той же степени ответственности, как народы до пришествия Христова. Но меняются времена, и Церковь Христова протерпевает лютые испытания, откололся Запад, происходят трагические перемены опять в составе Вселенской Православной Церкви, где вместе с Русской Православной Церковью уже не так много сохраняющих совершенную верность святоотеческому преданию поместных церквей. Изменяются законы государств, как бы ни были худы и развратны прошлые времена. Никакая Римская империя не сравнится с беззакониями нашего времени, когда с невинного детского возраста уже поощряются какие-то перемены пола, развращения при самих первых шагах по жизни. И это все, несомненно, является подтверждением справедливости слов Господних, что человечество идет к завершению своего существования, у которого будут как внешние исторические признаки, так и нравственные признаки, первые из которых по причине умножения беззакония иссякнет любовь многих. Итак, беззаконие умножается, сам Христос говорит во Втором пришествии, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле. Значит, и верующих становится меньше, может быть, не в отдельно взятой стране, не в Третьем нашем Риме, когда Четвертому не бывать, он надлежит Москве, надлежит Русской Церкви быть последним оплотом благочестия для человечества. Но по лицу сия земли что происходит? Где эти миллиарды? Не зря ли великий проповедник, поздний в Средневековье, епископ Илья Минятий объясняет кровавый пот Господа в Гефсиманском саду накануне голговских страданий тем, что Господь, молясь Отцу Небесному за весь мир, сейчас приносит великую и страшную спасительную жертву за грехи всего человечества, но ею почти никто не воспользуется. Это основание для той скорби, даже для пота кровавого, который сопровождал это гефсиманское моление Господа Иисуса. И все большая степень человечества переживает постхристианское время, когда уже не только не почитает Христа, но противоположные Божьему демонические, сатанинские виды, образы, настроения составляют некоторый признак современности и всеобщего ликования, всеобщего веселья, прыгания, ржания, глумления на святыней. К сожалению, это входит в обиход человечества, из чего мы делаем вывод о справедливости слов Господних и о том, что эти последние времена очевидно приближаются. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...